В эфире программа Перекрёсток. Здравствуйте! Очень скоро в Череповце начнутся Верещагинские дни. Сегодня у нас в гостях заведующая Верещагинского музея Любовь Марикова. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот всех череповчан с детства, и меня в том числе, учили, что Василий Верещагин это великий художник, и его нужно любить. Вот как сейчас череповчане относятся к своему великому земляку? Вот повесили, когда апофеоз войны, на баннере его украли. То есть есть ли любовь на самом деле? Ну, Катя, я должна сказать, что это было бы хорошо, если бы всех череповчан учили любить и гордиться своими знаменитыми земляками. Это такие личности, которым позавидовал бы любой крупный европейский город, потому что в нашем заштатном в ту пору городе появились братья Верещагина Николай и Василий. И каждый из них оставили огромный след и в искусстве, и в науке, соответственно. Все мировое культурное сообщество XIX века в литературе обсуждало Льва Толстого, а в живописи нашего Василия Васильевича Верещагина. Этот человек, который первым рассказал, во-первых, правду о войне, показал ее такое, как она есть на самом деле, и для этого не приукрашивал ничего в своих работах. Ну, мы уже с вами говорили на эту тему, что раньше батальный жанр – это было такое нечто красавец с усами, да, стоит тут со знаменами. Да-да-да. А Василий, после того, как он увидел впервые, молодым, увидел боевые действия в Туркестане, одна винтовка на троих, полуголодные наши солдаты, снабжение жуткое, и зубовооруженные войска эмира Бухарского, и вот эти 500 человек, из них, которые половина ранены, это, значит, 250 умеющих держать в руках ружье, отстояли крепость в Самарканде, жара, воды нет, разложившиеся трупы, то есть никакой патетики и героики в картине, а одно сплошное бытовое ужасающее зрелище. И вот этот человек дал себе слово рассказать всему миру, что такое война, что это бессмысленное убийство глутом, что в наш 19-й просвещенный цивилизованный век необходимо учиться договариваться мирным путем. Ну, вы сами знаете, какие сейчас события проходят в мире, в наш просвещенный 21-й век. Как и не удалось научиться договариваться? Ну, вот странным образом люди не учатся, история не учит человека, и человек не меняется, меняется только обстановка вокруг него. Проблемы те же самые, под каким бы предлогом война не развязывалась, это в любом случае желание владеть мировыми ресурсами, властью и так далее. И убивать людей в ртом, все большим и большим, с развитием технологий. Особенно с развитием технологий, когда человеческая жизнь вообще не представляет никакой ценности. Вот очень актуально творчество Верещагина сейчас. Абсолютно. Многие полотна его находятся в русском музее. В музее, это в основном серия наполеоновская. Насколько вообще, вот есть зал специальный, да, где они находятся? В Третьяковке целый зал огромный. Вот насколько там много бывает посетителей? Я слышала, что не так он популярен, как другие художники. Ну, я бы так не сказала. Вообще, Василий Верещагин, он притягивает к себе людей вот именно не какими-то красивостями и приукрашиваниями, а вот этой простой голой правдой. Знаменитая работа «Апофеоз войны», «Гора черепов», на которой вырезана всем великим завоевателем прошедшего, настоящего и будущего вообще должна висеть в кабинете у каждого президента. Я даже в интернете, каюсь, я туда редко хожу, но вдруг я увидела фотографию Арнольда Шварценеггера, который при посещении Третьяковки очень долго стоял у этой картины и смотрел на нее. Я сама впервые ее увидела в детстве. Мне было совсем мало лет, я еще в школу не ходила, и в журнале «Огонек» я увидела эту страшную пирамиду. И мы ведь в детстве не соотносим себя с гибелью. То есть мы не умрем никогда. Бабушка с дедушкой, может быть, умрут там родители, а мы-то будем жить вечно, дети. Потому что когда мы вырастем, будет изобретено какое-нибудь снадобье долголетия. И вот когда ты прожил какой-то определенный отрезок времени, через себя все это пропускаешь, то становится понятным, что означает эта страшная картина. Это означает результат войны. Выжженная степь, мертвый город и бывшие люди. На вопрос Верещагину заданный, это что, у вас пейзаж? Он сказал, нет, это натюрморт, мертвая натура. То есть любая война приводит к исчезновению жизни. Что бы там ни говорили, что война, двигатель прогресса, или кому мать родная и так далее, это в любом случае выжженная степь, мертвый город и бывшие люди мертвые. Приходят к вам в музей, наверное, не только за рассказами о художнике, его брат не менее знаменит. Посетители знают, особенно иногородние, про Вологодское масло? Вообще интересно ли им это? Вообще, вы знаете, туристы, которые приезжают к нам из разных городов, они очень удивляются, что в нашем, по их меркам, небольшом городе два таких известных человека, и такой музей есть. Знаете, Верещагин Василий – это такое высокое духовное, а Николай – это такое, стоящее на ногах, практическое. Человек, который смог научить крестьян работать и накормить. То есть не имея административного ресурса, финансового ресурса, он смог мировоззрение крестьян перестроить. Они стали уважать себя, они занялись деятельностью, которая стала приносить им доход, они молочными деньгами платили оброки, налоги, давали детям образование. То есть Николай Васильевич понимал, он мог сказочно разбогатеть сам, но он понимал, что один богатый человек для страны – это ничто, а множество богатых – это национальная идея. И он дал работу людям в руки, которые могли сами зарабатывать. Вот самый простой и яркий пример. Чичкин Александр Васильевич – это сирота. Он его вычислил как мальчика смышленого, послал его. Сначала сам обучил, потом послал в количестве с другими пятерыми ребятишками обучаться в Европу. Он стал миллионером. В Москве была целая сеть молочных Чичкин. Герой России купил самолет фронту в 2014 году, сам принимал участие в боевых действиях. Понимаете? Это лучшие люди российские, сгенерирующиеся, самые лучшие человеческие качества, которые работали не на свой карман, а на всеобщее благоденствие и процветание. И до сих пор, в общем-то, мы живы. И вот наше Вологодское масло – это уже мировой бренд. Понимаете? Вот весь мир знает о нашей Вологодской области по названию «Масло». Конечно, по большому счету, его бы лучше назвать было бы Верещагинским, но уж так получилось. И Чайповецким. Нет. Верещагинским. Верещагинским, потому что он изначально в Твери, в Тверской губернии занимался этим. Хотя здесь хотел, потому что там климатические условия другие, но пришлось по экономическим особенностям. Вот. И наше масло далеко за пределами нашей страны известно. Я, например, знаю, что вот в Москве и в Питере, у меня там много знакомых живет и родственников, наша продукция Череповецкая, Вологодская, Грязовца разбирается за секунды, не остается ничего. Все наши сметанки, творожки, молоко и масло особенно. То есть вот эти традиции, да, помогают, накопленные вот ранее? Это надо, этим надо гордиться. Если раньше мы ездили в Москву за колбасой в советское время, то пусть теперь Москва ездит к нам за маслом. Потому что вот эти вот гастрономические туры, они очень модны в Европе. Молодой бужеле или сыр там во Франции и тому подобное. Это ведь можно делать у нас. И у туристов это востребовано. И мы иногда делаем дегустации. Была чешская группа, мы ели, выгнали их. А вы чем их кормили? Мы их кормили творогом нашим, йогуртами, сливками, молоком и, главное, маслом с чаем. Оказывается, в Европе уже нет давно творожка вот такого в нашем понимании. Зернистого такого. Все в основном в виде пасты или йогурта. Ну, это условия экономические Евросоюза диктуют. Вот к чему приводит глобализация. Все сидят на одних и тех же стульчиках, за одними и теми же столами, кушают одно и то же. У нас пока, слава богу, до такого не дошло. И они были в восторге, и собирались еще и не раз приезжать к нам и свои группы привозить. Но главное, конечно, принимать группы нужно достойно. Для этого нужна инфраструктура и в городе, и в музее. Нужна, то есть ее нет? Ну, практически нет, потому что турист, приезжая сюда, что он видит на Советском проспекте? Обувные магазины, банки или ювелирные магазины? Где кафешки, где бы они могли деньги оставлять? Где галереи, куда они могли бы заходить? Все это замыслилось в свое время на площади Соборный город мастеров. Там причалы сюда, тут же приходят туристы и покупают наши промыслы. Все это можно сделать, потому что наши производители, помимо того, что у нас замечательный молкомбинат, ликерка, мясокомбинат, хлебокомбинат, у нас еще есть красный ткач. Это изумительные вещи. Ведь в свое время в Москве на Арбате магазин был, Лен, где в Драку Собаку разбиралось все тут же. Вот такие только для нашего края характерные вещи мы бы могли на них сделать туристический маршрут. Ведь город Мышкин создал структуру только названия собственного города. Огромный дворец Мыши построены там. Мышка в каждом дворе из каждого окна выглядывает. Вот наш город тоже имеет такую возможность, просто может быть не назрела еще такая ситуация, а может быть нет достаточного финансирования и желания. А сейчас туристов достаточно много бывает у вас? Нет, туристов много. В основном поток посетителей туристов у нас с мая по сентябрь. Но их могло быть гораздо больше и бывало в прежние годы больше. Но в условиях... в городе нет причала своего. И вы помните, что наш порт теперь был передан Петербургу, и у нас очень давно уже не чистилось русло. Когда-то давно ходил земснаряд по реке и расчищал вот эти все отложения, а теперь этого нет. И с трудом вот была низкая вода, к нам не приходили большие теплоходы, потому что только двухпалубные. Сейчас получше ситуация в этом году была, но в любом случае, чтобы привлекать туристов, у города должен быть свой причал. Вот вы говорили про дегустацию, рассказывали, да, в музее 19 века, в общем-то, у вас, наверное, классический музей, не знаю, есть ли такая градация. Нужно ли его делать современным? Вот у нас есть музей металлогической промышленности, да, открылся. Он абсолютно современный музей, где там все интерактивно, все нужно трогать, там у вас другое. Вещи нужно, в общем-то, сохранять, а не только показывать. Музеи есть такие, есть иные. Музеи мемориальные, они создавались как мемориальные. Там вещи и дух тех людей, которые жили там в 40-е годы, до 90-х годов 19 века. Это минимальные могут быть какие-то вкрапления, ну, информационные только. А вот что касается других экспозиций, рассказывающих, например, о творчестве Николая и Василия, здесь можно себе представить интерактивные зоны или площадки. Но, вы знаете, я в последнее время даже стала пугаться этого слова, потому что погрязнуть только в интерактиве – это тоже перебор масломасляное. Вот музей воды в Угличе есть, как раз он интерактивный, да. Музей металлургический – да, потому что там технологии высокие показаны. И средства показа тоже на высоком технологическом уровне. Чтобы как-то не выплеснуть с водой ребенка, нужно к этому относиться тоже бережно и с умом. Иногда к нам приезжают туристы из крупных городов, из Питера, из Москвы, которые уже побывали в разных музеях Европы. Мы по миру поездили и приезжают у нас за штатный городок, в музей и говорят, боже мой, как у вас хорошо, ничего не меняйте. Это настолько нам напоминает наше детство. Хорошо это или плохо, наверное, для кого-то это воспоминание о детстве. А мы, конечно, хотели бы идти в ногу со временем, и у нас есть что показать, но главное, как показать. Как? Как, вот достойно. Пусть дом 19 века. Кстати, вот наш каменный дом, он почему-то теперь не является памятником региональным. Хотя в Череповце очень мало сохранилось домов того времени. И мы, как маленький островок, как кусочек провинциального города 19 века, пока еще держимся. Но вокруг уже выстроены и университеты, появляются здания на Советском проспекте, что мне очень, конечно, не очень, вернее, нравятся офисы. Старинные здания оборудуются под магазины, современными подиумами, лестницами. Все-таки было бы, наверное, логичнее оформлять старую улицу, сохранившуюся в стиле историческом. Как это, например, Покровская улица в Нижнем Новгороде. Поэтому, отреставрировав каменный дом, его можно изнутри начинить совершенно современными методами показа. У нас остается не так много времени от программы. Все-таки расскажем, что нас ожидает на верещагинских днях. Очередные верещагинские дни у нас будут проходить 26-27 октября. Это понедельник, вторник. В этот день, как всегда, утром в 10 часов состоится возложение цветов у памятника верещагину. И вот этим мероприятием начинаются дни города, что нам очень приятно. Также в этот день, 26 октября, в 11.30 в музейном объединении, в Голубой гостиной открывается международная, даже уже теперь, а не всероссийская, научная конференция, потому что будут представители из Белоруссии. На этой конференции будут интересные доклады, приезжают представители Третьей Ковки, будут рассказывать о Василии Васильевиче, о Николае Васильевиче, профессор из-за Уральского университета Пахомчик. Докладчиков много, доклады интересные. И в этот же день будет мероприятие, но оно проходит только для гостей и участников конференции, это день рождения у предводителя, потому что у нас камерное это мероприятие, всего 15 человек. 20 октября уже в рамках Верещагинских дней в 16 школе, на базе 16 школы, состоялся городской конкурс ораторского, можно сказать, искусства, размышления у картины Верещагина. И вот 11 ноября в нашем мемориальном доме выступят победители этого конкурса со своими докладами, каждый у картины будет рассказывать свои соображения и размышления о картины Верещагина. Это не юбилейный год, но ежегодно у нас проходят конференции, по итогам которых издаются сборники докладов. Это, в общем-то, и есть реализация нашей научной деятельности. Приезжают люди и выступают представители университета из других учебных образовательных учреждений. Образовательных учреждений, да. Это, так сказать, такой вот обмен мнениями, среди которых рождаются разные открытия и предположения. И это обогащает и пополняет наши знания о братьях Верещагинах, и не только о них. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Это была программа «Перекресток», и сегодня у нас в гостях была заведующая Верещагинского музея Любовь Маликова. До встречи. Спасибо вам.